Приобщимся к чудесам садоводства. Итак, мы снова здесь, на этом благоухающем дачном участке, который без преувеличения можно назвать образцово-показательным. И всё для того, чтобы снова встретиться с Людмилой Николаевной Шубиной, агрономом, кандидатом сельскохозяйственных наук. Людмила Николаевна, о чём сегодня мы поговорим? Стоим у помидоров, значит, будем говорить о помидорах. И не просто о плодах, о болезнях, которые развиваются во вторую половину лета, в середине июля. Многие садоводы жалуются, что появляются вот где пятна на листьях, потом эти пятна поднимаются выше по стволу и поражаются все листовые пластины. Что же делать, чтобы этих пятен не было на листьях? Ну, прежде всего, хочу сказать, что это грибное заболевание называется кладоспариоз. Оно очень активно прогрессирует в тех тепличных местах, где плохо идёт проветривание. Это раз вентиляции много, достаточно много влажности, сырость. И, ну, собственно, как все грибы, кладоспариоз развивается вот при таких условиях. Вначале начинают образовываться пятна на нижних листьях. Это будет уже листик повреждённый. Да, вот спороношение происходит на нижней пластине листа. И когда оно высыпается, то начинается спороношение и активно поднимается по всему стволику. Ну, многие садоводы ошибочно называют это заболевание фитофтороз. И часто мне задают вопрос, что же делать в теплице, вот фитофтора повредила все листья. Большому счастью, это не фитофтороз. Фитофтороз уничтожает и плоды. А как отличить? А вот по внешнему повреждению листа очень похоже, да? Похоже, но не совсем. Фитофтороз, он развивается в прохладную погоду при повышенной влажности. А в теплице чаще всего бывает жаркая погода, то есть температура высокая и влажность высокая. Вот споры вот этого заболевания, кладоспориоза, развиваются именно по такому циклу. Жарко и влажно. И чтобы это уничтожить, вот это нужно проветривать и снижать как можно температуру. Но, к сожалению, в тепличных комплексах и в теплицах, сделанных из поликарбоната, это практически невозможно. Поэтому здесь, конечно, уместно говорить о профилактике этого заболевания. И недалее, как с 1 июля, нужно начинать проводить профилактические мероприятия. Что это? Это прежде всего обработка растений такими веществами, как йод, ампула йода на 10 литров воды и литр молока. Вот йод является хорошим антисептиком, и он, попадая на листовые пластины, приглушает развитие этого гриба. Орошаем, да? Орошаем, мелкодисперсно. Все листовые пластины, это мероприятие проводится поздно вечером или рано утром. И желательно обработку проводить снизу, снизу листовых пластин, убирая, значит, обрабатывая нижнюю часть. Есть еще один простой народный способ. Берем любую траву, которая произрастает на участке. Это лебеда, крапива, лопуха, мелко рубится, замачивается в какой-то емкости, добавляется стакан древесной золы. И когда вот такой крепкий запашистый раствор перебродит, берут литр вот этого раствора и раза 4 за июль производим опрыскивание тоже вечером, либо рано утром. Вот этот раствор является аналогом фитоспорина. Берите на вооружение вот эти рецепты, йод с молочком и с водичкой и обычный сброженный настой травы. И опрыскиваете листовые пластины. Тогда ладоспориоза в вашей тепличке будет поменьше. Людмила Николаевна, большое вам спасибо. О чем поговорим на следующей неделе? Наверное, поговорим о клещах на огурце. Это очень такая востребованная, серьезная тема. Многие люди не знают, как с этой бедой бороться. Но и я даже не знаю, как с ней бороться. Но все-таки сообща, вместе мы поговорим о клещах. И все-таки, почему они живут в наших теплицах? И все-таки, почему они живут в наших теплицах? Атинь.